На нашем канале вы уже видели, как Евгений Ерохин сразил канадского гиганта Тима Хёга. Как я и рассказывал ранее, российский тяжеловес вынес немало мощных иностранцев, ведь он одержал 23 победы в 30 боях и большую часть из них завершил нокаутом. Судя по вашим комментариям, вы бы хотели видеть еще поединки, где выступает такой мощный нокаутер, как наш мастер спорта по комплексному единоборству рукопашному бою, чемпион мира по смешанным боевым единоборствам Евгений Ерохин. Сегодня мы с вами посмотрим его бой против американского бойца Джимми Амбриза по прозвищу Титан. За его плечами было немало выступлений на различных американских и японских турнирах, а также он владел титулом чемпиона King of the Cage в супертяжелом весе. Их бой состоялся в декабре 2015 года в Хабаровске. Дорогие друзья, мы рады, что наши видео пользуются такой популярностью, а вы даете нам обратную связь, и все вместе мы делаем наш канал еще интересней. За прошедший год благодаря вашей активности собралась отличная большая группа подписчиков, и поверьте, каждый из вас и ваше мнение нам очень ценны, но все же очень много зрителей продолжают смотреть наши видео без подписки, а значит могут пропустить немало интересного контента. Поэтому перед дальнейшим просмотром не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал и прожать колокольчик, чтобы не пропустить новые крутые бои из мира смешанных единоборств. Финальные инструкции от рефери. Итак, дорогие друзья, главное событие сегодняшнего вечера это кубок губернатора Хабаровского края. Восточный рубеж. Дамы и господа, в красном углу представитель Хабаровска! Поддержите его аплодисментами! И два промоушена создали сегодняшний ивент, сегодняшнее событие в городе Хабаровске в платином арене. Это Modern Fighting Pancration или Дальневосточная Федерация Современного Панкратиона и Abu Dhabi Warriors. Евгений Рохин, российский хабаровчанин, прекрасный воин, сейчас будет проверять на уровень знаний смешанных единоборств Джимми Титана Амбриса. У Амбриса здесь в этом бою один вариант, это поджать Евгения к сетке, бросить, оказаться сверху и начать наносить удар оттуда. Он гораздо быстрее. Левша, правосторонней стойки работает, но его опыт в американском футболе очень любопытный. Он гораздо медленнее, чем Евгений, физически мощнее, но Ерохин, он быстрее, он просто гораздо быстрее, очень техничный ударник, у него очень хорошее, то, что называют американцы, футворк, то есть передвижение в стойке, великолепное чувство дистанции. И как мы видим, растет Евгений к каждому бою, он не торопится, он выбирает моменты. Есть право по печени, по печени есть. Вы правильно заметили, что Амбрис, что Амбрис, он стоял именно в левше. И печень ближе к сопернику. И этим воспользовался Евгений четко. Под правую руку Евгений, а это классика бокса. У Евгений есть эта наработанная вещь, правый по туловищу, он бьет очень жестко. Уже давно она у него есть. И они с тренером, кстати, тренер его является базовым кикбоксером. Он очень много над этим элементом работает. Евгений сделает все очень по-школьному, так знаете, крестоматейно. Жесточайшие два удара пропускает в печень Джимми Эмбрис. Очень болезненный это удар. До сих пор он не может отправиться. И хочет отметить, насколько профессионально и грамотно все сделал Герохин. Очередная победа нокаутом. За исключением буквально крайнего поединка, где попадание пальцами в глаз, где мог бы Американец продолжить. Но до этого, по-моему, там семь побед нокаутом подряд. Техническим нокаутом и нокаутом я имею в виду. Соответственно, Сергей Павлович только может с ним посоревноваться в этом показателе. И в свое время Константин Ерохин, у которого было восемь побед нокаутом. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, что все болели. Поддерживаю. Благодаря вам. Павлович не успел спотеть. Да, все было сделано быстро и грамотно. Поздравляю с наступающим Новым годом. Пожелаю счастья, здоровья. Спасибо. Вот такая победа. Дамы и господа, ну и, конечно, ваша победительница из Соединенных Штатов Америки. Your applause for Timmy Ambris!